Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии я, Цветков Сергей Владимирович, историк, социолог. Сегодня мы начинаем с вами новый курс, который рассчитан на студентов исторических, социологических, культурологических факультетов, университетов. Институтов, а также на широкий круг телезрителей. В нашей сегодняшней лекции мы остановимся на теме осмысления прошлого, о ретроспективном взгляде на смену цивилизаций, на те исторические парадоксы, которые происходят при смене цивилизаций. И сегодняшнюю лекцию я хотел бы начать знаменитым Орвеловским высказыванием, которое у него было опубликовано в романе «1984 год». Орвелл писал, кто владеет прошлым, тот владеет будущим. «Кто владеет настоящим, не владеет ничем». Кажется парадокс, но в этом парадоксе и сосредоточена вся историческая правда. По одной простой причине. Каждый трактует историю так, как ему выгодно. Мы все прекрасно знаем, что история много раз переписывалась, много раз искажалась в угоду новых правителей, династий, которые приходят к власти, а также в угоду каких-то политических, идеологических догм. Сегодня мы постараемся остановиться на тех парадоксах, которые являются очень яркими и иллюстрируют как бы наше отношение к истории. Прежде всего, история, на наш взгляд, развивается не по спирали, как нас учат многие ученые-историки, социологи, энциклопедисты. А она имеет свою внутреннюю, присущую только ей самой закономерность. И одно и то же явление, которое известно в разных странах, оценивается совершенно по-разному. Для одних это внутренняя борьба, для других это агрессия, агрессия, для третьих это освободительная война. И вот такие вот вещи, которые часто мы можем наблюдать в трактовке различных историков, они происходят сплошь и рядом. И вот цивилизации, которые приходят одна на смену другой, очень часто имеют совершенно другой исторический путь развития, хотя один и тот же народ как бы, но при всем при том происходит совершенно другое осмысление и в духовном, и в культурном плане. И все это отражается на жизни народа. Вот если так подойти чисто схематически, то как развивалась история? Считается, что история стала развиваться на юге. В районе Миспотамии появились как бы первые цивилизации. Но были ли они в строгом научном понимании этого слова цивилизациями? Или это, скорее всего, были общества, которые развивались, которые подходили только к цивилизации? Почему? Потому что вот от французского слова цивилизация это совокупность признаков общественного и политического уклада и духовного развития, отличающих высокую степень развития человеческого общества от первобытного состояния. Но ведь мы прекрасно понимаем, что само слово цивил, это прежде всего латинское, говорит о том, что это гражданский. То есть, соответственно, общество должно иметь определенные гражданские устои. А были ли первобытные общества, которые появились на юге в Миспотамии, гражданскими обществами, в строгом понимании этого слова, это очень большой вопрос. Почему? Потому что, прежде всего, это были, скорее всего, родовые, где еще гражданские права и свободы заменялись родовым уставом поведения и морали. И вот эти вот общества, конечно, в строго научном отношении нельзя назвать цивилизацией. Но тут происходит следующая вещь. Вот интересно, практически все южные цивилизации в Месопотамии подвергались завоеванию северных народов. Причем эти северные народы приходили из глубин в Средней Азии, по Волжье. И, придя и завоевав местное население, как ни парадоксально, вот эти вот варвары, которые считались, они вносили в развитие данного общества свою культуру, свой язык. И очень часто они создавали более высокую цивилизацию с развитым общественным, культурным и религиозным слоем. Почему? Потому что практически вот если мы будем исследовать вот эти вот явления, то завоеватели приносили в Месопотамию свою письменность. Вот именно клинопись, которая появилась в Месопотамии, она была привнесена народами, которые жили на севере. Очень долго именно клинопись была основным инструментом записи всех исторических событий, которые происходят в районе Месопотамии, Урарту и Ближнего Востока. Юг, плодородный юг, был житницей практически всего раннего мира. И это не просто так. Это связано прежде всего с тем, что после Всемирного потопа наступило оледенение на севере. Но северные народы были вынуждены пробиваться на юг, чтобы получить источники для своего существования. Но это не было завоевание варваров. Это было своего рода завоевание более слабого, более не такого сильного в военном отношении племени. И вот это вот все происходило прежде всего под напором прежде всего голода, который был на севере в связи с тем, что это было практически народы жили на границе ледников. И вот удивительная вещь происходит. Кажется, вот нам известны из истории практически все завоевания приводили к тому, что завоеватели уничтожают завоеванные города, страны, население этих завоеванных местностей угоняется в рабство. А вот здесь как раз происходит совершенно обратное. наоборот происходит развитие многих городов. Так появляется Вавилон, который на протяжении практически двух тысячелетий до Рождества Христова был одной из мировых столиц. появляются дороги, которых не было. А дороги это говорит о том, что практически начинается не просто какой-то замкнутый образ жизни данного региона, а происходит миграция как населения, так и миграция товаров, которые перемещаются из одного места в другое. Начинают складываться рынки, которые приводят к тому, что появляется торговля. И вот все это вместе связано, дает ощущение того, что какое-то очень странное происходит завоевание людей с севера. Причем очень часто племена, которые завоевывали жителей Месопотамии, они имеют определенную тенденцию к тому, что происходит расширение географии торговли и происходит вовлечение жителей в Месопотамии, в военные походы, в развитие торговли. Вот то зерно, которое выращивалось в Месопотамии, оно выращивалось там практически два раза в год и давало соответственно очень хорошую как бы ренту для тех, кто производил зерно. прибыль приносилась большая. И вот все это вместе позволяло кормить как жителей Месопотамии, так и других народов, которые жили вне Месопотамии. И вот парадоксальная вещь происходит, что сейчас, причем это подтверждено современными историками, в Средней Азии был недавно разрыт один из курганов, и это казалось таким ранним городом. Практически город был сохранен очень достаточно хорошо под слоем вот этого песка. И вот когда стали производить раскопки, то вдруг обнаружилось, что современные методы датировки позволяют достаточно точно определить какой это период времени, то это период как раз ранних цивилизаций в Месопотамии по времени датировки совпадает. Это примерно третье тысячелетие до новой эры. И вот что парадоксально, вдруг обнаруживается, что в тех кладах, в домах вдруг стали находить предметы, которые не могли быть произведены вот в этом месте. а они производились непосредственно в Месопотамии. Нашли финиковые косточки, то есть а финики, как известно, росли именно в Месопотамии, то есть следовательно, была достаточно развитая внешняя торговля. И вот все это позволяет определить то, что между вот этим городом, этим народом, который жил в этом городе, и жителями Месопотамии существовали определенные тесные взаимоотношения, потому что предметов было вот из района Месопотамии так много, что получается так, что это как раз подтверждает то, что были достаточно тесные культурные отношения и торговые. И мало того, очень часто в районах Месопотамии, особенно в Вавилоне, когда производились раскопки, находились предметы, которые как бы не могли быть произведены в этом месте. даже назначение этих предметов было не совсем понятно, для чего они были необходимы. И вот как раз в этом городе, его, в общем-то, к сожалению, до сих пор не могут назвать точно, что это за город, что это за народ, который там жил. Оказывается, вот эти предметы производились в этом городе. И вот это проникновение предметов как с юга на север, так и с севера на юг, говорит о том, что между этими народами, которые там проживали, были достаточно тесные взаимоотношения. И вот что это были за народы, это непонятно. Но мы можем четко сказать, что в цивилизационном отношении это были близкие народы. Почему? Да потому что они прежде всего не отличались практически культурой взаимоотношений и использовали одни и те же предметы в своем назначении. А это как раз и говорит о том, что это была древняя цивилизация, которая имела прежде всего определенный культурный исторический общий контекст. И вот все это вместе привело к тому, что сейчас происходит следующая вещь, что ученые-историки начинают прекрасно понимать, что цивилизация, которая складывалась в Месопотамии, она имеет более широкий орел, чем считалось раньше. И вот это прежде всего говорит о том, что наше представление о древнем мире, оно меняется. И меняется оно не в силу того, что мы получили какие-то новые письменные сведения. К сожалению, письменные сведения еще уровень достаточно ограничен, но мы получили именно сведения те, которые дают нам представление о том, что люди жили примерно в одинаковых условиях обитания своего, то есть домашнего очага и прочего. А раз это так, то, соответственно, у людей была определенная культура. И вот как раз мы подошли к одному из тех вот как бы понятий, что цивилизация, она шире, чем государство. наверное да, почему? Да потому что с одним и тем же уровнем культуры, я не говорю образования, древние народы жили в разных государствах, а соответственно их быт, их жизнедеятельность, они были прежде всего однотипными. И вот это как раз привело к тому, что цивилизация Месопотамии, она распространялась далеко за ореол своего такого исторического обитания. Прежде всего поражает другой факт, который имеет место. это то, что практически с определенной как бы последовательностью и постоянством происходит завоевание севера. И это говорит о том, что на севере все время появляется избыток населения, которому необходимо как-то девать свою силу государственную, родовую или общинную. И соответственно необходимо постоянно расширять ореол своего обитания. И вот эти завоевания севера, которые происходят достаточно часто, они подтверждают следующую вещь, что практически на протяжении многих столетий, а это нам уже подтверждает письменные источники, клинопись, которая была в Месопотамии, эти люди говорят на очень близких языках. и вот язык это очень достаточно консервативные понятия. Он же даже вот сейчас в наше бурное время не меняется очень резко, хотя постоянно с развитием техники, технологий появляются какие-то новые понятия, но язык практически в своей основе, в своей природе до сих пор не поменялся. Мало того, это обусловлено исторически, вот взять хотя бы к примеру русский язык. как говорили сто лет назад, двести лет назад, триста лет назад, практически речь не меняется, уходят какие-то обороты, а язык в своей основе, он остается. И это мы можем проследить и на примере месопотамии. когда было так называемое хетское завоевание месопотамии, а это был настолько мощный процесс, что практически хетская цивилизация на полтора тысячелетия была полноправным хозяином всей месопотамии и практически всего Ближнего Востока. то происходит такой бурный рост и экономики, и военном отношении. И хетте настолько было мощное образование, что практически они завоевали весь Египет. все земли. Исторически, когда шла война за Трою, то письменные источники нам говорят о следующем, что хетты были родственными образованиями по отношению к жителям Трои и говорили практически с ними на одном языке. Мало того, за вот эту десятилетнюю войну в Трои именно благодаря хеттам грекам не удавалось завоевать сравнительно небольшой по территории город, в котором жители были по отношению к грекам в меньшинстве. И вот этот парадокс проявляется в следующем, что Юлий Цезарь, когда первый раз пришел к власти в Риме, он велел устроить такое карнавальное шествие, которое говорил о том, что Юлий Цезарь своими предками считает Троянцев. А Троянцы, как известно, их самоназвание было гетерусские, то есть или они вошли в историю как этруски. Следовательно, Юлий Цезарь был представителем царского рода происходившим от этрусков. Вот мы видим, что вот этот парадокс, что хетты и этруски это близкие по своим корням люди, по крови прежде всего, по языку, по культуре, а ведь совершенно четко известно, что вот хетты были и такой народ, как скифы, они имели одну религию, они имели между собой очень тесные связи. Практически скот поставлялся от скифов в хетом, а от хетов скифы получали зерно. Это как раз говорит о том, что земледелие еще на севере наших причерноморских степей было не развито. А почему оно было не развито? Если сейчас мы понимаем, что там достаточно тепло, и можно производить достаточно большое количество продовольствия, а тогда этого не делалось. Да по одной простой причине, что граница ледников была еще достаточно близкой, и были только луга, поэтому скот выпасался на этих обширных лугах, но земледелие было достаточно рискованным и опасным. И вот все это нам дает понимание того, что древний мир, древние цивилизации, они прежде всего складывались не просто так стихийно, они имеют свою природу, свою закономерность, и вот эта закономерность позволяет нам более широко взглянуть на конкретный мир, на конкретные проявления вот этих вот народов, которые населяют древний мир, совершенно с другой точки зрения, с точки зрения такой, чисто культурологической. Почему? Да по одной простой причине, что эти народы прежде всего в культурном отношении, очень близки друг к другу, у них общие языки, общая культура, общий рынок, который позволяет этим народам существовать. да, были страшные войны между этими народами, но прежде всего эти войны, мне кажется, они проводились не в силу того, что были какие-то антагонистические отношения между различными народами, а в силу стремления, первенства этих народов между собой, по одной простой причине, что где происходят прежде всего ссоры среди близких людей, если человек один по отношению к другому находится совершенно в далеком отношении, неизвестно друг к другу, то между такими людьми, как известно, практически ссоры никогда не происходят, а именно между соседями, между близкими людьми и происходят ссоры. И вот практически вот это вот постоянные завоевательные походы северян на юг, они приводят к тому, что мы видим, что происходит завоевание северных народов, как Греции, ведь Спарта образовалась практически из жителей именно северных народов, которые переправились через Балканы и пришли в Грецию. Мало того, они привнесли с собой вот в Спарту совершенно другую культуру, совершенно другую психологию. Если греческие города развивались ну, как сообщество мелких государств полисов и каждый практически город это было независимое государство, то Спарта была в экономическом военном отношении к единым государствам. Мало того, это ни для кого не секрет, что практически все жители Спарты стали рабами именно завоевателей и они были лишены всех прав. Если в Греции была демократия, то Спарта это была прежде всего совершенно другая структура общества. там был царь, который являлся родовым и практически был основателем и главой всего спартанского общества. А в Греции, как мы знаем из курса истории, практически были демократические традиции. И там, несмотря на то, что была родовая знать, ее влияние было не такое огромное, как в той же самой Спарте. И это нам дает основания утверждать, что люди севера привнесли в Спарту свой уклад жизни, свою культуру, свою даже азбуку. Ведь практически греческая азбука и спартанская азбука, они отличались между собой. А это как раз и говорит о том, что практически завоеватели это были люди совершенно другой культуры, других мировоззренческих и культовых отношений. Если в Греции было многобожие, которое имело в своей основе олимпийскую как бы иерархию, да, во главе с Зевсом, то в Спарте были божества совершенно другого уровня. это были в основном божества природные, божества отождествляющие непонятные темные силы природы. И вот борьба вот этих вот начал греческого и спартанского, оно привело к тому, что между вот этими греческими как бы образованиями шла постоянная война, не на жизнь, а на смерть. И в конечном итоге это привело к упадку, как мне кажется, самой Греции. Точно так же вот если переместиться дальше от Греции в сторону Апенинского полуострова, то там мы наблюдаем совершенно похожую картину. этруски, которые поселились на севере Италии, они имели в своей природе совершенно другую культуру, другое миропонимание, мироощущение. Этруски селились прежде всего по берегам, рек, которыми богата Северная Италия, а латиняне и греки селились как раз наоборот, на юге, в Сицилии, в современных областях таких как Флорентино, Лацио жили преимущественно латиняне. И вот постоянно конфликт между латинянами и этрусками привел к тому, что в наше время мы при раскопках видим, что это совершенно две разные культуры. Они прежде всего не дополняли друг друга, а уничтожали друг друга. Ведь когда произошло падение этрусков, то этрусская знать перешла как бы на сторону латинян. Они взяли латинские имена, латинские обычаи и забыли на определенный период о своем этруском происхождении. только только когда вот эти этрусские роды набрали силу, они вновь вспомнили о своем этруском происхождении. И что самое парадоксальное, вот род Юлиев, это был этрусский род, и род Клавдиев, это тоже был этрусский род. И в итоге вот началась конкуренция в ранней римской истории именно между двумя вот этими этрусскими родами. ведь что парадоксальное получается, существует такая теория, ну не теория, а легенда о том, что прежде всего Рим возник от того, что были два мальчика, близнеца, и их скормила волчица. Но ведь самое парадоксальное, что тотемный знак этрусков был волк. Мы можем предположить, что эта легенда имеет под собой чисто такое как бы утилитарное происхождение, что латинян как бы скормили этруски, и они дали основание для города Рима. эта теория в принципе она имеет под собой место. вот такой исследователь как Чудинов он в своих работах по дошифровке ранних записей на это указывает. и он говорит о том, что практически письменность на латинском полуострове дали прежде всего именно этруски для латинян, а не наоборот, как предполагалось раньше, греки завезли свою письменность на Апеннинский полуостров. Мы не должны забывать о том, что практически север Италии это совершенно другой мир, другая культура по отношению к югу. Если мы будем рассматривать юг Италии, это как практически афро жителей, а они были в основном темнокожие, то есть выходцами из африканских глубин, то жители северной Италии это были жители современного славянского типа. Эти жители по своей структуре, то есть находят когда какие-то могилы и происходит реконструкция данных людей, то это тип людей современного славянского типа. И практически вот эта борьба между севером и югом, она привела к тому, что север все-таки победил, вытеснил вот этот негройный состав населения с латинского полуострова, и тем самым утвердилась культура севера. И это дает основание к тому, что мы практически можем говорить о том, что культура древнего Вавилона, культура Трои, культура Итрусков, она имела вот такое историческое продолжение и на Петнинском полуострове. Мало того, практически все тем исторические находки, которые в последнее время находят археологи и в Помпеи, и в других местах, они говорят о том, что керамика, то есть посуда, которая употреблялась в быту и знати, и горожан, имеет свое утилитарное происхождение, близкое культуре Ближнего Востока и Месопотамии. Причем это прослеживается и в формах, и практически в назначении данных сосудов. и мы можем утверждать о том, что ореол обитания этих людей, ореол культурных связей был достаточно широк и не имел такого узкого значения, как нам пытаются это показать в истории, в исторических учебниках, в исторических публикациях. Почему? Да, культура цивилизаций, она намного шире, чем культура государств, которые находятся в тех или иных исторических областях. Прежде всего, практически на протяжении всего периода Древнего мира не происходит таких больших изменений в культуре Средиземноморья. Мы можем выделить несколько очагов культурных, причем различных культур, цивилизационных культур, можно так сказать. Это практически Африка, египетская цивилизация, это культура Междуречия, Ближнего Востока, и культура Греции и Древнего Рима. Причем культура Ближнего Востока и Греции, они очень близки между собой, а культура Египта это совершенно другая культура, на других основах, на других прежде всего духовных началах и религиозных началах построена. И вот эта разность цивилизаций позволяет нам понять, а откуда же пошла современная европейская цивилизация. Она имеет свои истоки прежде всего одновременно и в Вавилоне, и на Ближнем Востоке, и в Северной Греции, и в Северной Италии. То есть эта культура такая цивилизационная, она прежде всего определяет тем, что народы эти между собой имеют определенную историческую общность. И эта историческая общность позволяет практически всем этим народам в дальнейшем иметь определенный исторический путь развития, который дает прежде всего нам, современным исследователям, понимание того, что цивилизации практически имеют между собой очень тесную взаимосвязь. Спасибо за внимание. Наша лекция по теме осмысления прошлого завершилась. Благодарю вас за внимание. До свидания. Спасибо.